Мои хорошие, рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня, как вы уже понимаете, у нас мукбанг. У нас постоянно мукбанги каждый день. И сегодня у нас жульен. Такая большая порция, не знаю, смогу ли я сесть, только что из духовки. Очень такой мягенький, выглядит очень аппетитно. Сделала превьюшку. Давайте попробуем. Ммм, горячо. Здесь у нас доуха. Это что-то наподобие окрошки, оливочки и грейпфрут, который я разделала. Я всегда его разделываю. Буду отвечать на ваши вопросы, которые вы задаете в инстаграме. Давайте рандомно возьму какой-то вопрос. Вопрос, когда будет расхламление гардероба? Я в прошлом видео вам уже говорила об этом. Расхламление гардероба не будет, потому что я нашла более легкий способ продажи своих вещей. Сегодня как раз девушка приедет, заберет еще две вещи. Вот, и будет вообще классно. То есть полноценного видео именно с разбором гардероба не будет. Как вкусно. Просто горячо я прям не могу сразу есть. Вообще все, что не нужно, нужно продавать. Не носите, просто так лежит. Я не знаю, как у вас. У меня когда в шкафу что-то долго лежит. Не знаю откуда, но на вещах появляются какие-то непонятные пятна, которые вообще не отмываются. Напишите, пожалуйста, у кого так же и откуда берутся эти пятна. То есть я помыла, погладила вещь, сложила в гардеробе в своем. Через год я возвращаюсь к этой вещи. Или даже больше года я понимаю, что на этой вещи куча пятен. Таких желтых откуда они появились, я не знаю. Поэтому как-то надо более обдуманно что-то покупать. Следующий вопрос. Айка, как ты считаешь, нужно ли высшее образование? И как ты сдавала экзамены в школе? Я считаю, что высшее образование не обязательно. В том плане, что учиться на что-то это замечательно. Но если, например, у вас есть какое-то любимое дело, которым вы хотите заниматься, не обязательно просто для галочки идти в экономический и получать это высшее образование. Например, вы всю жизнь мечтали быть, например, швеей. Визажистам. Открыть свою кондитерскую. Не нужно терять время. И просто для галочки получать высшее образование. Ну, я закончила универ, конечно. Но я не могу сказать, что прям универ сейчас мне помогает зарабатывать деньги. Но все-таки 90% моих одногруппников сейчас работают, работают по профессии. Со всеми я, конечно, не общаюсь. Но просто кое-кто у меня есть в инстаграме. Я могу следить за их жизнью. Вроде как все успешно как-то устроились. Кто-то где-то работает. Процентов 5 занимаются чем-то иным. Кто-то стал фотографом. Кто-то стал видеоблогером. Снимает мукбанки кто-то. Например, если мой ребенок сказал мне, что мама, я не хочу поступать в экономический. Не хочу стать врачом. Я хочу пойти по твоим стопам и стать видеоблогером. Я скажу круто. Но я бы хотела, чтобы мой ребенок, например, учился на видеографа. Изучал монтаж на профессиональном уровне. Возможно, если, например, у него не получится с YouTube, пусть просто работает монтажером. Позавчера просто зашла на сайт работы. И столько работы для человека, который знает Photoshop и знает программы монтажа. Некоторые компании даже открывают вакансии. Просто посмотрите. Умение снимать в TikTok. На нашей официальной странице в TikTok снимать смешные ролики рекламные. Вот и требование. И зарплата неплохая. И там не целый день работаешь. Я просто позвонила для любопытства. Не спиралась подойти. Просто мне интересно было, насколько занятый график. Мне сказали, что В неделю нужно предоставить начальству Получается 7 видеороликов. Там целая команда. Вот. И вы снимаете. Сейчас посмотреть. Например, в TikTok. Большинство каких-то банков зарегистрированы у нас в TikTok. Какие-то магазины техники, магазины одежды. Все есть в TikTok. И они хотят развивать эту площадку. Чтобы развивать, нужно снимать контент. А чтобы снимать контент, нужны талантливые люди. Ну там получается в неделю ты всего 3 часа занят. В день 3 часа занят. Ну там не самое главное, чтобы ты прям сидел там в офисе и придумывал. Ты можешь сидеть дома придумывать. Но ты в конце недели должен предоставить ролики смешные. Которые залетят. Вот вам, пожалуйста, и работа. Да и вообще столько вакансий монтажера хорошего. IT-специалисты получают очень хорошие зарплаты. Вообще, если на минуточку представить, что YouTube, например, нету. Нужно искать какую-то работу. Мне бы очень хотелось связать свою жизнь с кино, монтажем. Но быть не в кадре, а быть за кадром. Но дело в том, что у меня как бы это все на любительском уровне. На профессиональном уровне я это все не знаю. Вот. А если завтра мой ребенок мне скажет, что мама, я хочу тоже стать видеоблогером, я бы хотела, чтобы мой ребенок изучал это все глубинно. Например, монтировал на Sony Vegas. Изучал программы монтажа, которыми монтируют, например, фильмы. Вообще, запомните одну такую вещь. Какую бы специальность вы не выбрали, вам просто нужно в этой специальности быть лучше. И вот тогда будет для вас и счастье, и зарплата хорошая, и все остальное. Вкуснотища просто. Такой сочный жульен. Это прям нечто. Просто горячее. Следующий вопрос. Вот так говорите, как будто я мастер маникюра с 10-летним опытом работы. Что я могу сказать? Вот я бы лично начала, несмотря на то, что сейчас большая конкуренция. И как бы не жаловались, извиняюсь, мастера маникюра, вы, конечно, меня извините, но у меня один топ идет 2 года. То есть 2 года себе. Это 24 раза. То есть на 24 клиента хватает один топ. Все как бы жалуются, что материалы дорожают, материалы дорожают, но если так присмотреться... Большинство салонов пользуются недорогими гель-лаками. Поэтому все равно с одного клиента где-то 1000 рублей у вас останется. Хотя у нас в этом плане, мне кажется, гель-лак у нас дешевле. Еще мне у нас очень нравится то, что девочки за каждую стразинку отдельно деньги не берут. Вот я пошла делать себе маник, правильно? Естественно, за френч я доплатила, потому что френч дольше рисовать и так далее. И у меня на ногтях уже была моя работа за снятие, и я тоже заплатила. И я считаю, что это тоже нормально. То есть я заплатила за снятие чужой работы, за френч дополнительно. Но у этого мастера, к которому я пошла, у него любой дизайн, ну такой, не сильно сложный, входит в цену. То есть хочешь ты какой-то слайдер, там на одном ногте какой-то дизайн, геометрия. Все это входит в стоимость. И это очень удобно, я считаю. Например, она мне да нарастила один ногть. За это лишние деньги не взяла. Иногда я других мастеров, например, в других странах, в той же России, вижу прайсы мастеров, я немножко, и честно, в шоке. Они пишут матовый топ плюс, например, 100 рублей. Матовый топ и обычный топ стоят одинаково. Почему вы берете за это, как за дизайн? Может, я что-то не понимаю, но иногда парикмахеры, например, делают столько работы. Например, клиент приходит после некачественного окрашивания. И мастер все это переделывает и дополнительно деньги за это не хочет. То есть каждый шаг мастера маникюра прописан. Одна стразинка, там вот эта вот точка плюс 5 рублей, там одна стразинка плюс 2 рубля. Я, конечно, понимаю, что это труд. Но, в общем-то, это работа человека. То же самое, что, например, кассиру один товар пробить будет стоить по такой цене, а пробить, например, несколько товаров будет стоить по такой цене. Возврат дополнительно 5 рублей, потому что дополнительно мне работа. Может, я ошибаюсь, но не знаю. Может, я ошибаюсь реально. Но у нас в Азербайджане с этим намного проще. У нас как бы единственное, если ты хочешь, например, нарисовать Микки Мауса, там, не знаю, красками на своем пальце, естественно, это будет дополнительная плата. А так какой-то, не знаю, слайдер приклеить на двух ноготочках. Тот мастер, к которому я ходила, она рисовала акварелью такие красивые цветы. И это все входило в стоимость. То есть на одном-двух пальчиках нарисовать акварелью цветы входило в стоимость. Вы знаете, так быстро все это делала. и это в салоне. А девчонки, которые дома, они вообще очень бюджетно делают и очень красиво. То есть поэтому я считаю, несмотря на такую большую конкуренцию, все равно стоит начинать. Если есть желание, если у вас есть на это возможность. На этом все, мои хорошие. Я поела, наелась. Спасибо огромное, что досмотрели это видео до конца. Жульен был безумно просто вкусный, горячий. Я такой горячий не очень люблю. Я люблю, когда блюдо уже холодное, осталось его совсем чуть-чуть. А если вы кушаете, то приятного вам аппетита. С вами была Айка. Пока. Пока.